Так, ребят, заканчиваю смену. По традиции отчетик. Значит, проехал я сегодня 200 километров, заработал по Яндексу 9200 и 900 рублей по Ситимобилу. Итого 10100. Давайте посчитаем, что у нас получается. 10100 минус 5 процентов, 9595 в память. Дальше 200 километров умножаем на 13,3. Боже, как приятно, что 13,3, а не 15,5. Значит, получаем 2660, это у нас оплата километров, плюс 1600. Как же приятно, что 1600. Это у нас оплата аренды. 4200 – это затраты на машину. Вычитаем это из памяти. Получается 5,335. Дальше 200 рублей я потратил сегодня на мойку. И я сегодня с собой не взял кофе, поэтому еще 60 рублей. Я купил кофе в Макдональдс. Плюс 60. 260 рублей вычитаем из памяти. Итого 5 терек. Короче, 7 не получилось, но 5 получилось. Почему не получилось 7? Значит, с утра я решил заправить каршеринговый автомобиль через родственников. Короче, заправил. И за эти махинации с GPS был отправлен в теневой бан, ну, где-то на час примерно. Час я перезагружал телефон, чистил кэш, мотался по Москва-Сити, звонил в поддержку. Вот что только не делал, короче, не помогало. Потом после очередного звонка в поддержку плюс перезагрузки телефона, заказы просто начали валиться один за одним без остановки. Даже 5 минут между заказами не было. Вот. И так продолжалось до последнего заказа, на котором я сбил кота. После этого решил заехать в Макдональдс попить кофе. Ну, такая непростая поездочка была. Вот. И когда вышел на линию, полтора часа ни одного заказа. Хотя я находился в центре. Вот. Ну, собственно, поэтому я включил Ситимобил. Прямо во время купленной смены получил заказ на 1200 рублей в Красногорск. Собственно, 900 рублей из них без комиссии упали мне на счет. Вот такой был день. Не совсем удачный, но завтра будет лучше, завтра выйду раньше. И будет все по красоте. Всем удачи, всем пока.